Ветер стих, но в Норильске продолжает действовать режим ЧС, введенный 24 марта. Действие особого режима продлится до тех пор, пока полностью не будут устранены последствия разгулявшейся стихии. Как пояснили в мэрии, режим ЧС позволяет оперативнее решить вопросы проведения ремонтно-восстановительных работ. Наиболее пострадавшие объекты сегодня проинспектировал глава города. На выездное совещание отправилась и наша съемочная группа. Выходные стали для коммунальщиков по-настоящему ударными. На каждой пятой городской крыше кровельщики-высотники устраняют последствия стихии. По каждому пострадавшему дому сегодня есть четкое представление, когда, какими силами и средствами будут проводиться восстановительные работы. Больше других пострадали жители пятого и седьмого домов по Ленинскому проспекту. Шквалистый ветер сорвал крыши вместе с расположенными на чердаках инженерными коммуникациями. Особое внимание властей и к 33-му дому на Толмакской. Под обломками кровли, сорванной с этого здания, погибла 33-летняя норильчанка. Сегодня специалисты решают ограничиться частичным восстановлением или полностью заменить крышу. Наше видение менять всю, потому что если будет повторный подобный такой ураган, то сорвет вторую часть. И что мы тогда будем объяснять норильчанам? Вот поэтому здесь у нас получается 60 на 40. 60% сорвало, 40% осталось. Наше предложение все-таки эти 40% зацепить и сделать всю кровь. Еще одно предложение увеличить сечение деревянных брусьев. Это позволит сделать крышу прочнее. В цене это дороже на 9-12%. Но зато лет на 30 о кровле по этому адресу можно будет забыть. Руководству города данное предложение принято к сведению. Возможно, оно будет взято на вооружение при проведении восстановительных работ по другому адресу. За все работы, естественно, муниципалитет заплатит. Всем, кто работает на наших объектах за металл, за брус, за все изделия, которые необходимы, за все работы, за все мы заплатим. Никто бесплатно тут не работает. Никого мы не заставляем. И, собственно говоря, даже за жилищный фонд, за все наши социальные объекты, за все заплатит муниципалитет. Муниципалитет будет отслеживать ход восстановительных работ на каждом этапе, подчеркнул глава Норильска. Каждый пострадавший объект на его личном контроле. Екатерина Луцов, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Построение социокультурного пространства, ответственность бизнеса, заинтересованность горожан в создании комфортной среды проживания. Эти темы стали ключевыми на прошедшем в Норильске форуме «Город – это мы». Яркий пример социальной ответственности бизнеса – предстоящее закрытие никелевого завода и решение дальнейшей судьбы сотрудников. В диалоге с заинтересованными людьми вслушивалась Евгения Шенделова. Бизнес не должен забывать о социальной ответственности. В таком ключе начались диалоги с заинтересованными лицами. За круглым столом представители бизнеса, власти и общественности. В этом году закроют никелевый. Директор заполярного филиала использует сравнение. Как карфаген должен быть разрушен, так и никелевый будет остановлен. Что это нам дает? 400 тысяч тонн сервисного англибрида, который мы не можем утилизировать, мы прекратим убрасывать в атмосферу. Ежегодно 30% загрязнений воздуха на совести никелевого. Дышать станет легче. В итоге недавнего опроса 85% работников никелевого даже после закрытия завода не хотят уезжать из Норильска. Сотрудникам предлагали на выбор несколько вариантов дальнейшего устройства судьбы. Большинство решили сменить место работы или специальность. Перебраться на материк согласились в основном люди пенсионного возраста. Мы принудительно ни в одну программу никого не включали. Участие в трудоустройстве либо в социальной программе – это личная воля и заявление работника. Поэтому есть те люди, кто у нас на пенсии и кто не хочет воспользоваться программой ветеран металлургического производства, которые говорят, я хочу жить и работать в Норильске. Они будут жить и работать в Норильске. Есть такие. Решать проблемы каждого человека в отдельности и тем самым не допустить возникновения социальной напряженности в городе. Это один из примеров ответственности бизнеса. Городская власть поддерживает диалог. При разработке стратегии развития Норильска до 2030 года градообразующему предприятию посвящена отдельная глава. Гарантия того, что у тебя будет работа, зарплата и соцпакет – очень важно для населения. В финансовой устойчивости градообразующего предприятия заинтересован и мелкий, и средний бизнес. И пока официальные лица говорили о взаимодействии, люди из народа передавали и принимали опыт друг друга. Представители социального бизнеса убеждали, что и этот бизнес может быть прибыльным. Мы постарались показать, во-первых, много разных примеров социального предпринимательства из разных городов. Это и открытие детских садиков в Ханты-Мансийске, и открытие хостелов и подобных учреждений в разных городах от Новосибирска до Красноярска. И создание таких производственных предприятий при благотворительных фондах. На многочисленных площадках форума рассказывали, например, о некогда умиравших городах, жители которых смогли не просто реанимировать, вдохнуть новую жизнь в свою малую родину. А пока взрослые говорили, малыши рисовали город будущего. Евгения Шенделова, Сергей Карлов, Андрей Янович, Вести, Норильск. Подробнее о форуме социальных технологий «Город – это мы» расскажем в специальном репортаже. Смотрите его завтра в эфире телеканала «Россия-24» Норильск в 20.50. Двух жителей Норильска будут судить за хищение с производственных площадок. На скамье подсудимых оказались близкие родственники – отец и сын. Как установили полицейские, 54-летний мужчина похитил более 200 рулонов кровельного материала, принадлежащего одному из предприятий города. За совершение нескольких аналогичных преступлений сотрудниками уголовного розыска был задержан и 29-летний сын обвиняемого. Он похитил лом цветного металла, кровельный материал, а также электрооборудование и инструмент. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила полмиллиона рублей. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. Россияне будут сдавать экзамен по вождению по-новому. С 1 сентября вступят в силу обновленные нормативы. Добавили задания как в теоретический, так и практический экзамен. Для получения прав категории «Б» на площадке нужно будет выполнить на два упражнения больше – трогание на подъеме, змейку, въезд в бокс, параллельную парковку и маневрирование в ограниченном пространстве. Также изменилась схема начисления штрафных баллов. Предполагается, что к 1 сентября ГИБДД и автошколы успеют подготовиться к дополнительным требованиям и утвердят новые экзаменационные билеты. Учреждение культуры Норильска становится доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа по предоставлению муниципальных услуг ведется не первый год. Что сделано на данный момент и что планируется в ближайшее время в материале Веры Шелеповой. Норильская публичная библиотека. Внутри маломобильных горожан встречает лестничный ступенькоход для подъема колясок. Это не единственное подспорье для людей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Запорожан – инвалид по зрению. Женщина старается вести активный образ жизни, поэтому в библиотеке она часто гость. В учреждении созданы все условия для интересного и познавательного досуга для слабовидящих и незрячих людей. Библиотеку я посещаю уже года три. А сложностей у меня никаких не было, потому что очень внимательный, очень отзывчивый персонал. Всегда готовы прийти на помощь и в сопровождении, и помощь оказывают в поиске тех или иных книг. Такому уголку для слабовидящих может позавидовать любая библиотека. На полках книги на любой вкус, а в разделе художественной литературы – произведения самых выдающихся классиков. Здесь есть книги с крупным шрифтом и в аудиоформате, а также специальное считывающее устройство. Оно предназначено для того, чтобы переводить печатный текст, ну, с традиционных книг, соответственно, в цифровой формат и озвучивать его голосом. Разобраться с необходимым оборудованием тоже помогут. К слову, для создания наиболее комфортных условий есть вариант надомного обслуживания. Если человек готов принимать библиотекаря дома, то библиотекарь приедет, привезет книги, все, что ему требуется, поговорит с ним, даст прочитать эти книги, выдаст и заберет, когда нужно, и привезет другие. Социокультурная реабилитация маломобильных людей должна начинаться с самого детства, уверены специалисты Толнахской детской школы искусств. О диагнозах здесь говорить не принято, ведь физическое здоровье не влияет на фантазию и талант. Главное – дать таким детям возможность проявить себя. Кроме всего прочего, что они получат какие-то навыки, это все-таки уже известная арт-терапия, то есть масса моментов, которые благотворно влияют просто на здоровье, да, то есть какие-то вот координационные вещи, да, какие-то, ну, та же самая социализация, да, вот они, находясь дома, да, в неком-то каком-то таком закрытом пространстве находятся, все-таки здесь есть дети, да, есть общение с взрослыми. Работа по повышению качества социокультурной реабилитации постоянно. На данный момент все учреждения культуры Норильска прошли необходимое обследование, составлены паспорта доступности, на основании которых будет разработан определенный план мероприятий. Это могут быть архитектурно-планировочные решения для того, чтобы обеспечить инвалидам доступ в наше учреждение, оснащение хлифтами, пандусами, дополнительными перилами. Потребуется расширение дверных проемов. Для Толнасской детской школы искусств уже закуплен мобильный пандус, оборудована туалетная комната и расширен входной проем в комнатный зал для инвалидов-колясочников. Все это, как и оказываемые услуги в учреждениях культуры, финансируется муниципалитетом. Оборудовать дополнительными конструкциями и сделать доступнее все общественно значимые объекты планируется к 2020 году. Вера Шелипова, Андрей Полибезев, Сергей Карпов, Евгений Жуков. Вести. Норильск. Сотрудники объединенной инфекции заповедников строят планы на лето благодаря уигранным грантам. Все три проекта заповедников Таймыра нашли поддержку в конкурсе заполярного филиала. На очередном заседании клуба исследователей побывала и Оксан Завгородняя. Один из проектов проведут в Хатанге. Посвящен он будет мастерам-умельцам. Название говорит само за себя – фестиваль «Ремесел в Хатанге». Ведь заповедник Таймырский, на территории которой расположен поселок, носит статус биосферного. Это означает, что его сотрудники должны не только нести ответственность за флору и фауну этой земли, но и поддерживать проживающий здесь народ. На протяжении двух лет в Хатанге в летнее время действует эколого-географическая школа. Специалисты наравне с местными жителями живут в чумах, проводят свои исследования и обучают детей. Сейчас же перед сотрудниками заповедников стоят более обширные задачи. Мы хотим собрать информацию о тех, кто у нас на территории занимается. Причем это не обязательно костолезные дела. Есть же еще вышивание бисером, работа с кожей. Масса вещей очень интересных. В рамках фестиваля будут проведены различные мастер-классы и развлекательные программы. Главные действия развернутся в Хатанге 10 сентября. Участники заседания поддержали своих коллег в нужном деле. Ведь территория таймырского заповедника располагает многими интересными материалами, о которых стоит рассказывать. Допустим, у них есть музей «Мамонта и овцы быка» имени профессора Верещагина. Там очень мощный этнический сектор, там музей Чикагдо, там чудесные долганочки, чудесный музей с очень хорошими экспонатами. Еще один проект запланировано осуществить на озере Лама – «Экологический лагерь». Это продолжение работы программы, организованной в 2015-м. Почти год учащиеся 8-10 классов, обучающиеся в эко-школе, посещают семинары по эко-журналистике и социальному проектированию. Для них на Ламе будет организован палаточный лагерь. Цель – это повышение экологической культуры через создание практической площадки по экологическому просвещению. И, собственно говоря, мы вот этот лагерь хотим сделать такой вот практической площадкой. Лагерь планируется открыть в августе. До этого площадку необходимо еще оборудовать, сделать настил, построить беседки. На время работы лагеря на Ламе будет работать и группа ученых. Они также будут задействованы в работе с детьми. Оксана Завгородний, Андрей Полебезиев, Вести, Норильск. И о спорте. В Норильске завершился 10-й краевой турнир по боксу на призы группы компании «Жар-птица». Традиционно соревнования собирают свыше 100 сильнейших боксеров со всего Заполярья. Для многих участников турнир становится стартовой площадкой на пути к большим победам на международных рингах. На одном из самых престижных событий в мире норильского бокса побывала Алда Алматова. Три дня на ринге спортивного зала «Геркулес» выступили свыше 100 спортсменов. Между участниками престижного турнира было разыграно 32 комплекта наград. Чтобы взойти на пьедестал почета, спортсменам необходимо показать недюжинную силу и волю к победе. Технику боя оценивали лучшие из боксеров. В качестве главного судьи на турнир Кубка «Жар-птицы» приехал Роман Малаев. Судья международной категории, мастер спорта СССР. Среди заслуженных норильских мастеров он многих знает лично. Если перечислить, можно сказать, хороший след, великолепный след оставил боксер Александр Дергачев, Юрий Сибель, Валерий Лукус. Здесь старший тренер сейчас отделения бокс и Норильского промышленного района Сергей Могутнов, Алексей Котельников. Очень много мастеров спорта, которые были в составе сборной России и Советского Союза. Норильская молодежь подхватила эстафету заслуженных мастеров и достойно представляет Норильск на турнирах края и страны. Никита Кирилюк занимается боксом 7 лет. Благодаря своему тренеру за все время провел больше 100 боев. В копилку норильского бокса принес более 70 побед. Трижды становился победителем краевого первенства, призер первенства Сибирского федерального округа и спартакиады народов севера в Воркуте. Участник соревнований на Кубок России и международного турнира в Комсомольске-на-Амуре. В соревнованиях на Кубок Жар-Птицы технический нокаут принес Никите очередную победу. Мои плюсы? Ну, то, что я намного опытнее его. И очень хорошо получалось зажимать в углу, где там работать. Кстати, в прошлом году соревнованиям на Кубок Жар-Птицы была присвоена категория открытого турнира класса «Б». Это значит, что все победители 17-18 лет смогли выполнить или подтвердить норматив кандидата в мастера спорта «Не выезжая из Норильска». А это повышает статус не только турнира, но и всего норильского бокса. Алла Долматова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. 29 марта в Норильске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер в восточной четверти 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в темное время суток от 18 до 20 градусов ниже нулевой отметки. В горных районах минус 13, минус 15 градусов. Днем столбик термометра покажет от 15 до 17 градусов со знаком «минус». В горных районах от 10 до 12 градусов ниже нуля. В горных районах минус 13, минус 14, 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 минус 14